Добрый день! Сегодня в эфире программа «На волне» Сандира и Баймухамбет и мы продолжаем знакомить вас с интересными личностями нашего региона. Сегодня у нас в гостях креативный продюсер Алия Макарчан. Добрый день! Как ваше настроение? Спасибо, все хорошо, как ваше настроение. Благодарю, все хорошо. И мы вдвойне приятно, что сегодня вы пришли к нам в студию для того, чтобы дать интервью нашему телеканалу для нашей программы. Первый мой вопрос. Кто же такой креативный продюсер? Чем занимается продюсер? Вообще расскажите о своей деятельности. Ну, креативный продюсер – понятие довольно-таки новое относительно, конечно. Это то же самое, что и организатор мероприятий. Только организатор мероприятий бывает у заказчика. То есть подрядчик у нас заказывает мероприятие, мы его реализуем так, как он этого видит. То есть концепцию, все формат задает именно заказчик. А продюсер, он продюсирует свои мероприятия. То есть идейный вдохновитель, концепцию мероприятия, формат, все придумываем мы сами. Ну, то есть в том числе я. То есть раньше продюсер, это все-таки касалось только кино, телевидения. То сейчас это уже стало более масштабно, касается целых мероприятий. Какие направления? Какие это мероприятия? Мероприятия могут быть любого формата. Вот как человек придумает, как у него идея в голове создастся, так он может ее реализовать. Разными методиками, иногда срабатывая с разными людьми. То есть можно выбирать направление мероприятия и уже осуществлять по мере возможности, так сказать. Я беру наш город, по возможности нашего города. Вот. И по, не знаю, масштабам, целям. Ну, то, что ты хочешь реализовать, в том числе. Вот. Твои возможности определяют уровень того, как ты можешь это спродюсировать. Расскажите о себе. Когда и почему вы решили стать продюсером? Почему именно выбрали это направление? Оно довольно-таки новое, как вы сами отметили. Как давно вы этим занимаетесь? Ну, вообще, я, конечно, сторонник того, что все у нас идет из детства. То есть с детства я училась в 17-й школе, в школе национального возрождения города Петерпавловск. И там я была очень активным ребенком, участвовала в проектах и в мероприятиях от 17-й школы и плюс от армянского кабинета. То есть там был армянский кабинет, где тоже надо было участвовать в мероприятиях, представляться, танцевать, иногда даже петь. Вот. И все это, конечно, зародилось уже с детства. Я понимала, что мне это нравится, что у меня это получается. Но потом меня родители отправили в Армению, и я училась в медицинском вузе стоматолог. Вот. А будучи уже в декрете, поняла необходимость, потребность в себе именно заниматься организатором. То есть я хотела быть организатором, заниматься, проводить мероприятия. Но у меня был первый вопрос, например, я организатор, который организовывает мероприятия. Мне сказали, да, если у тебя заказчик заказывает, то я говорю, а если это мои мероприятия? Он говорит, ну, это больше похоже на продюсирование. Вот так в целом и закрепилось вот это именно продюсирование мероприятия. То есть это мои мероприятия. Ваши проекты. Да, то есть это полностью то, что моя идея, грубо говоря. А если ты заказчиком работаешь, то это уже организатор мероприятий. Вы можете вспомнить ваш первый проект, чему он был посвящен, ваш личный? И ваше первое мероприятие. Тогда разделим так, да? Ну, так получилось, что в целом это одно и то же мероприятие, я вам скажу. Потому что когда я была в декрете, мне захотелось провести мероприятие, конечно, мне нужна была команда. Я искала единомышленников, и когда девушки пришли, я говорю, ну, давайте тогда коммерция уже, ну, всех интересует коммерция, это нормально. Я говорю, первое мероприятие у нас будет благотворительное. Они все поддержали, и нас было довольно-таки 5-6 человек. Ну, в итоге остались две. Вот мы с Олей удачно провели несколько мероприятий, а потом уже было мое сольное плавание. Это вот первое мероприятие, как продюсирование, то есть с первого этапа до последнего. Все было спланировано с нами, и это было благотворительное мероприятие, которое мы провели в Сити-Моле. Ну, чем оно было посвящено? Это была выставка или что? Нет, это у нас мальчик был, я, Расул. Вот он болел, и мы не знали, чем он болеет. То есть сбор средств, да? Да, сбор средств на помощь ему. Меня часто спрашивали, почему он, потому что в этот период очень много мероприятий было именно благотворительных с целью собрать средства для него. Я сказала, потому что мы не знаем, чем он болеет. Это очень важно, когда есть диагноз, и ты знаешь, чем человек болеет и как ему нужно лечиться, а у него какая-то была болезнь. Редкое заболевание. Очень, да, и мы не могли понять. И мне хотелось вот тоже понять, что это за болезнь, чтобы быть, ну, как, ознакомиться с ней и уже знать, что вот есть такая болезнь, она появляется оттуда, вот, вследствие того-то. Но так мы, кстати, не узнали, к сожалению. Вы очень много продюсеривали проектов. Какой проект наиболее ближе вам? Почему? Почему он вам дорог? Ну, изначально, когда мы начинали организовывать мероприятия, создавать именно какую-то концепцию, форматы, было интересно именно развлечение. То есть формат именно вот погулять, повеселиться. Ознакомительного там ничего не было. Но как человек растёт, и по мере поступления уже информации, развития человека, меняются и форматы. Конечно, на данном этапе это мой любимый формат. Это, конечно, выставка. Вот, потому что там все спектры есть. Есть и музыка. То есть у нас сопровождается и музыкальным сопровождением, и танцевальным, плюс выставка, плюс спикеры. Это очень интересно. Ну, для меня, как я его вижу, для меня это очень интересный формат. Поэтому он довольно-таки мне близок. И плюс он вот, ну, грубо говоря, новый. Хотя он, как заявлен, ежегодный, но проводится второй раз. Выставка картин художников. Да, выставка картин художников, да. Вот с спикерами, с приглашёнными. Вот художница была для меня. Этот формат самый интересный. Вот выставка «Юнит Юнити» прошла совсем недавно. И нужно подчеркнуть, что там участвуют художники-любители. Да. А как относятся профессиональные художники к такому роду мероприятия? Неревностны ли? Или вы всё-таки с ними тоже сотрудничаете как-то? Да, обязательно, конечно. В прошлом году, когда мы проводили, мы приглашали. Я писала, приглашала всех, кто состоит в союзе художников нашего города. Но в прошлый раз они пришли, потому что, как я поняла, был свободный день у них, они смогли присутствовать. А тут, к сожалению, так совпало, что день нашего именно проведения с днём... Симпозиум. Да, там тоже какое-то мероприятие было. Они не смогли прийти. Но когда они были в прошлом году, они сказали, что им всё очень нравится, такой формат им очень близок. Вот мы... Они, кстати, одни из самых последних, кто уходил. То есть они до последнего были с нами. Было очень приятно с ними познакомиться и пообщаться. Вот. И они сказали речь тоже, поблагодарили меня за проведение такого формата мероприятия. Не знаю, им всё очень понравилось, как я поняла. Вот проводя такого рода мероприятия и другого рода, скажем, мероприятия. Вы же должны быть подкованы в этом вопросе. То есть вы должны, как продюсер, наверное, разбираться во многих направлениях, да, если вы берёте организацию вот проектов. Да, но и берёшь реализацию проектов, которые наиболее тебе близки. Даже если ты их не знаешь. Например, в прошлом году, когда я проводила выставку, я не сильно разбиралась даже в направлениях. Ко мне приходили художники, они говорили, какой стиль, какой жанр. Я так на них смотрела, говорю, я не знаю, я просто хочу познакомиться с художниками. Но потом уже, после того, как я провела это мероприятие, я ходила на уроки истории искусства. То есть с сентября по май я ходила на уроки, я познакомилась со всеми стилями, жанрами, художниками, известными мировыми, вот в том числе и с казахстанскими. Я поняла, что вот теперь в этом году я буду проводить, и я буду уже знать. На следующий год мы уже планируем поставить уже какие-то рамки художникам, чтобы у них и был интерес показать какой-то формат или стиль, или жанр. То есть вот мы в плане еще в раздумьях, как это будет проводиться в следующем году. То есть можно сказать, что ваша работа, она подталкивает вас к постоянному обучению и поиску, да? Конечно. Какими качествами должен обладать креативный продюсер, на ваш взгляд? Ну, в целом, как и креативный продюсер, как и человек любой, работающий в этой сфере, я выделю, наверное, ответственность. Потому что иногда со мной работали люди, которые не их, это жилка, я не знаю, быть организатором, но они просто очень ответственные люди, они очень качественно все делали. И потом качественно заявляли, что они как бы не хотят работать, я к этому отношусь нормально. Вот поэтому ответственность должна быть, да, добросовестность хорошо это выполнить, потому что 90% успеха любого мероприятия — это люди, человеческий фактор. Очень редко, когда может полететь там монитор, свет или звук, а вот человек, который может не выполнить свою работу, из-за этого может быть что-то не так, это больше вероятно, конечно, к сожалению. Бывает такое. Расскажите о своей команде. Ну, у нас команда собирается по формату мероприятия. И у нас нет такого определенного, что вот у нас столько-то человек, потому что я сама работаю в заведении, и мне некогда содержать свою команду, но если я хочу реализовать какое-то мероприятие, я приглашаю единомышленников, и они уже с удовольствием поддерживают мероприятие. Если им это интересно, то мы вместе уже срабатываемся. То есть это вот такое, как бы, зависит от формата мероприятия, меняется и команда. Чем вы вдохновляетесь? Я не знаю, ну, это, конечно, фильмы. Это, конечно, сейчас YouTube у нас богатый, показывает нам возможности, ну, если у тебя нет возможности путешествовать, ты видишь, вот, что тебе показывает YouTube, и ты понимаешь, что где, так там, на краю мира другой человек делает вот такие вещи, и ты хочешь их повторить. Вот, и, конечно, путешествия. Если, например, ты едешь куда-то на море, да, у тебя нет возможности посетить музеи, это очень короткий период, но если ты из года в год ездишь в одну и ту же страну, например, я говорю про Армению, куда мы часто ездим, ты видишь, как там проводятся мероприятия, или вот в Грузии мы тоже часто посещаем, ты видишь, как там это происходит, а мы-то едем все равно в столице, и вот это, конечно, вдохновляет, что ты возвращаешься домой, и в своем маленьком городке, хочешь, попытаешься, по крайней мере, провести что-то подобное. А публика у нас благодарная в этом плане? Есть отдача, или все-таки нужно еще раскачивать наш город? Нужно раскачивать, да. В плане искусства очень нужно раскачивать. Люди, ну, самая фишка, то, что я люблю, так и я могу нарисовать. Я это обожаю, и каждый раз на выставке любой я это слышу. Вот, но пытаясь людям, я не сноб, я могу объяснить, почему эта картина стоит столько-то, и вообще мировая картина стоит столько-то, и в чем заключается, какие аспекты, это все задает такую цену. Вот, я люблю об этом говорить, я надеюсь, что чем больше я об этом говорю, тем люди больше об этом узнают, им становится больше, это интересно. Вот, но я надеюсь, и с года в год, из мероприятия в мероприятие, гостей у меня будет больше, и ценителей, и, конечно, будет больше. Два раза уже прошла выставка, у вас есть чем сравнить, гостей и участников стало больше? Да, ну, и мы, само заведение, конечно, поменялось, то есть, если, например, в первом зале мы проводили, там зал был поменьше, то есть, такое количество людей смотрелось очень много, мы не могли их расселить. То есть, здесь, конечно, было посвободнее, покомфортнее уже было в Браунс 3, поэтому, как бы, я надеюсь, что третья площадка будет еще больше, то есть, чтобы было и больше картин, больше художников и больше гостей. Продолжаем говорить о жизни нашего города, да, много ли в нашем областном центре продюсеров, именно креативных, или больше это организаторы мероприятий, вот как, если есть различия? Вообще нет, если честно, потому что не все заведения могут себе позволить, чтобы у них в команде был арт-директор. Я как поняла, у нас вообще не так много, в основном это все работа делают администраторы, ну или сам директор занимается вот именно формированием программы, которая будет в пятницу и субботу, и вообще в течение месяца. Вот, у нас, конечно, больше возможностей, потому что я, я все равно там связываюсь с артистами, организовываю это все. Вот, у нас это все на уровне именно частных мероприятий, то есть это свадьбы, дни рождения, потому что, ну, это коммерчески выгоднее, чем придумать свое мероприятие, найди единомышленников, партнеров, спонсоров, площадку, это все реализовать, это намного сложнее, нежели провести свадьбу, где ты знаешь ее локацию, и что от тебя хочет заказчик, и как он это хочет, то есть тебе нужно просто это выполнить, а все придумать становится намного сложнее, но я в целом не критикую, а наоборот, ну, я их понимаю, потому что действительно сложнее, когда у тебя стабильно есть и доход, и стабильность есть в семье, и в целом ты стабильный человек, ты можешь уже пофантазировать, что-то попридумывать, а когда тебе коммерчески нужны средства на то, чтобы жить, конечно, лучше идти в свадебный бизнес, там все хорошо. А ну, вы поддерживаете отношения, получается, со всей творческой интеллигенцией нашего города? Да, конечно, конечно, да, не без этого, но я сама работала в свадебном бизнесе, я, ну, короткий промежуток времени, но я работала, мне просто не понравилось, потому что там тебе нужно выполнять работу, которую хочет у тебя заказчик, что я хочу вот так, и когда ты человеку пытаешься донести, что давай попробуем вот такой формат, а может вот апельсинную свадьбу лучше не делать, а сделать что-нибудь более элегантное, нет, я так хочу, и теряется энтузиазм, то есть ты уже не хочешь продолжать, потому что твое видение не совпадает с ведением заказчика. Давайте тогда самый забавный заказ на вашей памяти, вот апельсиновая свадьба, например. Ну, это правда была апельсиновая свадьба, это было смешно, мы сушили апельсины, делали ленточки на стуле, я работала тогда в агентстве легенда, вот оно так всплыло, потом отошло, но это было, это был период моей жизни, было забавно, то есть это чем сложнее, тем сложнее нужно придумать же, как это все, как бы и на стульях, чтобы это было, и на столах композиции были, и баннер, фотосмон. Это огромная концепция мероприятий, которую нужно продумать и крутить все вокруг апельсинов, но было забавно, выполнили, все были довольны, все было хорошо. Ну, то есть вам всегда легче самой придумать, чем вам заказывают? Да, потому что свадьбы, по сути, ты там нового ничего не придумаешь, там и по таймингу уже всем все понятно, и там остается только вот декорации, и какие-то фишки внести или все. А мне одно и то же делать не всегда нравится, у меня в целом мероприятия не повторяются, и когда я провела вот в этом году выставку, я сама от себя удивилась, причем у меня была галочка, да, если ко мне приедет хороший спикер, какой он интересный спикер, не с нашего города, и когда Мария согласилась, я такая, ну все, вот теперь я обязана провести. Теперь уровень чуть выше, да? Да, да, теперь придется провести, потому что изначально как-то уже, ну провела же один раз, ну что повторяться, вот, а есть люди, да, которые прям просят провести какие-то форматы, которые уже были, например, маскарад у нас был, и мне до сих пор люди пишут, это было в 2017 году, до сих пор люди пишут, говорят, давай проведем маскарад. Я говорю, ну зачем? Они такие, ну классный, классный формат, я говорю, ладно, хорошо, так что в этом году, возможно, повторим маскарад, не знаю. Да, интересно, я вот, например, не слышала про вас, поэтому с удовольствием бы посетили такое мероприятие. Всегда будем рады вас видеть. А пишите самую такую проблему, которая происходила у вас в производстве, если мы поговорили сейчас о забавном заказе, да, то проблема, с которыми вам часто сталкиваться приходится, или самая опасная такая, скажем, или самая сложная. Да, в целом ничего сложного нет, потому что 90% всех задач ты должен реализовать до дня именно мероприятия. Нужно все собрать, все подготовить, и в целом никогда не возникало проблем в плане оборудования, да, очень редко, когда что-то могло, вот один раз там монитор у нас не сработал, вот, ну сделали, все было быстро сделано, организовано. В большинстве случаев это люди, да, которые могут не успеть приехать, опоздать, я не знаю, там, не ответить на звонок, вот, тебе очень срочно нужно с ним поговорить, например, спросить, где вот это вот лежит. Ну, то есть все форс-мажоры случаются именно с людьми. Теоретический фактор. Да, но я к этому тоже уже отношусь довольно-таки спокойно. У меня такая философия, я говорю, я буду получать удовольствие от процесса. Вот конечный результат, он важен, это очень важно, но если ты будешь постоянно нервничать до момента проведения, ну, так можно с ума сойти, потому что изначально так и было, я нервничала ужасно, а потом я просто успокоилась, говорю, вот, что-то пошло не так, значит, этому не нужно быть, все, мы убираем вот это, то есть еще, да, организатор должен владеть же такими качествами, которые быстро перестроить, в какой-то момент поменять, то есть если что-то пошло не так, такой, ага, значит, мы это сейчас быстро уберем, потому что заказчик же не знает, заказчик – это твой гость, который не знает концепцию мероприятия, ты ее полностью задаешь. Если чего-то не будет, значит, можно сказать, этого и не было, не должно было быть. Ты никак это, ну, если там не будет 36, картина будет 35, никто же этого не заметит, например. Вот, ты заметишь, ты сделаешь вывод, а гость, он просто радуется, хорошее мероприятие было, спасибо. Сегодня вам удается наслаждаться процессом? Да, конечно. Да, скорее всего, если я перестану получить удовольствие, я перестану этим заниматься. Ваше медицинское прошлое, вам когда-то хотелось все бросить и вернуться. Стану я стоматологом, очень хороший бизнес, между прочим. Очень, мне до сих пор говорят. У меня вот, чем больше знакомых ходят к стоматологу, тем они мне больше пишут, почему ты этим не занимаешься. Стоматология для меня немного скучновато, я-то больше креативный человек, но да, был такой период, это когда я вышла с декрета, такая, все, с меня достаточно, это все же немного такое, качели эмоциональные, организаторы, то есть нет же стабильно, что у тебя там раз в месяц какое-то мероприятие, там, как ты захочешь, так и будет. Вот, и я такая, все. Но недолго, я даже сертификацию еще не прошла, даже не подтвердила свои дипломы здесь. Я училась в Армении, мне нужно в Казахстане их подтвердить. И на каждый раз, когда я дохожу до этапа, когда нужно их подтвердить, у меня что-то происходит. И мне вот позвонили, продолжили работать арт-директором стабильно, и реализацию любого мероприятия мне гарантировали. Но не соврали, до сих пор провожу мероприятие, которое нравится мне. То есть и свою работу выполняю, еще и дополнительно свои мероприятия провожу. Чему посвящен Ваш Инстаграм? Инстаграм, ну, я стараюсь его не посвящать чему-то конкретно, то есть это не конкретная работа или семья. Лайфстайл, то есть все, что мне захотелось, я это выложила. Мне не захотелось, я ничего не выкладываю, я не блогер, я ни к чему себя не обязываю, у меня нет такого. Поэтому это свободное ведение Инстаграма. Я показываю свою частичку себя, например, свою семью, которую я обожаю, свою работу, которую я люблю. И вообще иногда... Вот меня спрашивают, чей Инстаграм тебя вдохновляет? Я говорю, конечно, свой. Но я пролистала вниз, посмотрела, какая я была, вернулась обратно, такая, о, классно. Такой дневник жизни, да? Ну, конечно. Ну, то есть ваша страничка посвящена больше позитиву. Вы не пользуетесь тем, что у вас там много подписчиков? Сколько у вас подписчиков? Да немного, 3 тысячи. 3 тысячи. Ну, это довольно тяжелая аудитория, да, будем говорить об этом. То есть понегативить, где-то пожаловаться на что-то. Вы не пользуетесь этим? Нет, нет. И мои подписчики это прекрасно знают. Они прекрасные люди. Просто я знаю, сталкивалась ли с другими людьми, которые даже не блогеры, просто сколько им хейта прилетает. У меня в этом плане вообще суперадекватные подписчики. С большинством мы вот, когда видим себя на улице, всегда поговорим, как будто мы там друзья детства. Вот в этом плане у меня проблем нету. И я не пользуюсь, да, вот такими методами. То есть даже в самых тяжелых случаях в своей жизни я могу об этом написать. Но я не буду плакать, вот это вот страдать, долго это все затягивать. Нет, я поделюсь, меня поддержат. И это действительно помогает, это правда помогает. Вот мы пообщаемся, и все, спокойно на этом разойдемся. Позитивно, спокойно, про любовь, про себя, про развитие. То есть я делюсь, когда я вот хожу на какие-то курсы, на какие-то мероприятия. Говорю, девочки, пойдемте вот сюда. Ребят, давайте вот это посетим. Вот такие курсы есть. Ну, то есть все в знакомительном характере. Очень много рекламы приходит. Да, несмотря на то, что малое количество подписчиков, но нет. Вот это бесконечно все рекламируете у себя на страничке не готово, потому что бывают, бывают такие случаи, когда рекламируешь, это оказывается некачественным. То есть вы не берете это? Я не, да, у меня все. Вот у меня, например, есть ребята, с которыми мы работаем, по еде, то есть они отправляют мне еду, мы ее рекламировали. как рекламировали? Вот мы поели, нам было вкусно, спасибо. И интересно, когда мы с ними срабатываемся по съемке, я начала продюсировать их съемки, я говорю, они там просто пикники, давайте на лодке, давайте это покреативничаем. Вот, а потом очень много приходит, ну, то есть видит красивая реклама, говорит, давайте с нами, я уже не берусь, потому что я не знаю, какая у вас кухня, я не знаю, где вы берете эту рыбу, а там я все знаю, и мне так спокойнее. А Хэйти, как вы относитесь к критике? И бывает ли она? Да, конечно. Ну, сначала, когда тебе об этом говорят, конечно, это неприятно, да, что там, ты не сделала свою работу на 100%, но потом я сужусь, анализирую, вывожу все свои ошибки и понимаю, что критика была конструктивной. Ну, просто говорить плохо, это одно, а когда говорят тебе, вот я бы сделала вместо вот этого, вот это, то есть предлагаю другой вариант, другое видение, ты понимаешь, что действительно, а ведь можно вот так сделать, это будет, можно даже проще или лучше, ну, то есть смотря какая критика, конструктивная хорошо, просто сказать, что это было, ну, типа, не очень было, это же не критика, поэтому смотря какая критика, кем это сказано и в какой манере, конечно, это очень важно. Немного о личном, расскажите о своей семье, и у вас есть сыночек, какие главные качества вы прививаете? Да, я замужем, у меня есть сын, я его безумно люблю, он у нас единственный, ну, и в нашей семье, и он единственный внук со стороны мужа и с моей стороны, то есть он избалованный ребенок, но я не могу это никак контролировать, там уже просто пошло по течению, как я поняла, вот, но в целом я с ним очень много разговариваю, очень много стараюсь ему донести, что все люди разные, вот, и как бы выражать свою эмпатию людям, понимать их, когда им больно, когда у них что-то происходит, потому что я не хочу, чтобы он был там максимально добрым человеком, да, всех люби, все будет хорошо, но четко выстраивай свои границы, не допускай вот этого, не нужно отдавать все свои игрушки, чтобы тебя любили, у нас был такой период, там, мам, дай денег, я во дворе там всем все куплю, я говорю, почему, ну, чтобы они со мной играли, я говорю, ну, это так не работает, да, то есть если у тебя этого не будет, у тебя не будет разве друзей, то есть четко выстраивай свои границы, вот, уважать, не важно взрослые, просто уважай всех людей, уважай чужие границы, оставай свои границы, и быть очень позитивным. Мы очень это стараемся. Я не знаю, но мне кажется, у нас это удаётся, потому что мы с мужем такие позитивные, нам везде всё нравится, мы везде найдём всё самое лучшее. Даже если это будет пикник, мы классно его организуем. Мы всём ищите плюс. Да, да, это важно очень. Вот ему тоже это закладываю. То есть он нас не ноет, что ему здесь, не знаю, комары или что-то ещё. Всё, мы бегаем, играем, качественно проводим время и возвращаемся домой. То есть супруг вас поддерживает у всех. Да, да, конечно. У нас в этом плане гармония хорошая. Он участвует в ваших проектах? Это взгляда по фотографиям в Инстаграм? Да, я каждый раз говорю, вот сегодня я организую мероприятие, и я ни разу не позвоню Артёму, не попрошу у него ничего. В итоге он несёт баннер, он несёт какие-то листья, мы что-то оформляем. Он такой, я опять выполняю твою работу. Я говорю, ну прости, ты в последний раз. Но нет, этому нет конца игра, я просто смирилась. Я говорю, ну вот, вот так вот. Ой, какая творческая жена, горе в семье. Не знаю, как это объяснить. Над каким проектом вы сегодня работаете и поделитесь планами? Ну, планов я на «Вперёд» никогда не строю, потому что когда что-то идёт не по плану, это, не знаю, выгорание случается моментально. У вас такой творческий подход. Да, да, да. То есть мне проще ставить небольшие цели, спокойно, но стабильно к ним идти, нежели там запланировать, потом что-то не получится, я всё заброшу моментально, мне кажется. Планов особо никаких нету развиваться в своём направлении, быть в семье, быть гармонично в своей семье, наполняться эмоциями, путешествовать, конечно, само собой. Из каких-то вот связанных с работой, это, конечно, хотелось бы что-нибудь социальное провести. У нас были социальные проекты, где мы приглашали психолога, и как бы обсуждали, детского психолога. И мамочки приходили, мы обсуждали вместе с ней, как общаться с детьми. Я прочитала книгу, которая изменила, мне кажется, мою жизнь в целом, хотя изначально я шла, чтобы познакомиться со своим ребёнком, Гиппенрейтлер, как общаться с ребёнком. И я её прочитала, и такая, ой, как это интересно, начала изучать психологию, и такая, вот, девочки, давайте проведём вот такую встречу с детским психологом. Я с ней созвонилась, она говорит, да, конечно. То есть она бесплатно приходит, она садится, она вам рассказывает, то есть вы задаёте вопросы, она на них отвечает, и в дальнейшем уже, то есть это её потенциальные клиенты. И нам классно, мы провели мероприятие, девочки заявили о себе и пообщались с психологом. Такой взаимовый обмен. Очень, да, классно было. Потом вот недавно тоже провели с Айжаной Шекеновой, мы провели мероприятие, социальная тоже встреча была, к нам приехала Рогаза Аревик, но она находится в Омске. Но она отсюда, наша местная девочка, она тоже недавно развелась, и у нас тема была разводы. И вот она как эксперт, и человек, который это прожил, она вот делилась с девочками. И что мне очень понравилось, что девочки заряжаются. Во-первых, ты там находишься, единомышленников, которые попали в такую же ситуацию, это поддержка, это бесценно. Плюс тебе человек, эксперт, которая развелась, может об этом тебе сказать, что мир не рушится, все хорошо, все нормально, ты всем нужна, ты классная, все у тебя будет хорошо. И такие моменты, они очень мотивируют. И ко мне подходят иногда девочки, они говорят, спасибо вам за эти проекты, это было очень суперклассно, когда следующий будет. И вот такие проекты тоже нужны, когда ты особенно доходишь до какой-то цели, тебе хочется помогать. Ну, понятное дело, мы помогаем там и вещи, и продукты, но иногда, именно словом, тоже нужно уметь поддерживать. Ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, что бы я хотела пожелать? Наверное, чтобы была удача, всегда сопутствовала удача, это один из важных аспектов. Замечать эту удачу, быть позитивно настроенным человеком, замечать свою удачу, хватать ее, и тогда все будет на радость, и работа будет в радость, и семья будет в радость, и все будет хорошо. Главное, все замечать. Лея, мы же в свою очередь хотим поблагодарить вас за такую реально позитивную, интересную беседу, пожелать вам творческих успехов. Спасибо большое, очень приятно было бы сегодня здесь с вами присутствовать, классная беседа у нас получилась. Спасибо вам за приглашение. Взаимно все, спасибо. На этом наша программа подошла к концу, всего вам самого хорошего, и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok